Друзья, всем привет! Сегодня я нахожусь в компании УРСА. Меня пригласили сюда для того, чтобы ответить на самые популярные вопросы, которые ходят на слуху у всех, может быть, разрушить какие-то мифы или развеять мифы. Значит, это представитель компании УРСА Александр Керник. Сейчас я буду ему задавать какие-то вопросы, и он, соответственно, на эти вопросы будет мне отвечать. Александр, первый вопрос. Ходит такой миф или слух по поводу того, что по факту минеральная вата это стекловата. Так ли это или не так? Если у них есть какое-то отличие, хотел бы, чтобы вы ответили на этот вопрос. Ну, смотрите, значит, давайте здесь поговорим немножко о классификации вообще материалов минеральных ват. Дело в том, что у нас к минеральным ватам относятся несколько материалов разных. Это стеклянная вата, материалы, которые производит наша компания. Это так называемая каменная вата. И есть еще третий вид, это шлаковая вата. Это официальная классификация, которая у нас указана в ГОСТе, которая существует на данный момент и принята. То есть, грубо говоря, УРСА ТЕРА это стекловата? Если по классификации. Скажем так, все эти виды ват, они относятся к минеральной изоляции, к минеральным ватам. То есть, минеральный ват – это большая группа, которая включает в себя как бы несколько разных этих материалов. Мы производим конкретно минеральную изоляцию на основе стекловолокна. К этой категории у нас относятся все наши марки. Это и УРСА ГЕО, и УРСА ТЕРА, и УРСА ПЕРУАН. То есть, у нас за основу взято стекло. Почему, собственно, называется это все минеральная изоляция? Потому что в основе всех этих материалов лежат минералы. То есть, это у нас неорганическая природа этих материалов. В качестве сырья для производства стекловолокна используются в основном оксиды кремния, то есть кварцевый песок, минерал кварцевый песок. При производстве каменной ваты там идут горные породы базальтовой группы в качестве основы. Ну и шлаковая вата – это шлак отходы доменных печей. У нас тоже, если говорить в составе, помимо кварцевого песка, который занимает большую часть еще, входят другие минералы, такие как сода, бура, доломит, полевой шпат, ну и разные там могут быть их вариации. Ну, то есть, по сути, минеральная вата, ну, которую сейчас имеется в виду минеральная вата, да, которую все называют, это стекловата или у них есть разница? Минеральная вата делится на стеклянную вату и на каменную вату. Я понял. То есть, раньше, почему вот, грубо говоря, возникает такой вопрос, потому что у людей ассоциации там, не знаю, с 90-х или в начале 2000-х годов, когда мы использовали стекловату, да, ассоциация то, что человек чешется, вот эта пыль, грязь, которая попадает на тебя, потом неделю будешь отмываться, не отмоешься. Вот такой сейчас минеральной ваты, ну, нет. Смотрите, да, раньше еще при советском союзе, да, 60-е, 70-е годы, технология производства была другой. Было старое оборудование, на котором производились эти материалы, и они отличались от тех, которые сейчас, да, сейчас у нас оборудование более современное, и волокна получаются более такие тонкие, скажем так, более мягкие, да, тактильно, они уже не колятся, не чешутся. Вот старая стекловата, которая была раньше при советском союзе, у нее толщина волокна отличалась примерно в 5 раз больше, там, что-то порядка 20-21 микрона, толщина волокна. То есть об эти волокна можно было реально уколоться, можно было порезаться, да, такой толстый, как такие иглы были, поэтому нужно было очень аккуратно с ними обращаться и при монтаже, да, и, как бы, материал такой, скажем так, как менее дружелюбный, что ли, да. То есть, смотрите, я понял, разница в том, что компоненты, которые для производства стекловата и минерального вата, они одни и те же, да, грубо? Ну, если мы сравниваем ту стекловату, которая была, и ту, которая сейчас, то, ну, состав у них похож, но, нет, отличие все равно по рецептуре есть. Сейчас волокно делается более, скажем так, менее вязкое для того, чтобы его можно было вытянуть в более длинное волокно, то есть в химсоставе тоже есть отличие, но главное отличие это в том, что оборудование способно делать волокна меньшего диаметра, скажем так. Такие более, как бы, тонкие, они за счет химсостава делаются более эластичные, менее ломкие, чем это было раньше, вот. А чесались из-за чего? Чесались из-за того, что эти волокна, их обломки попадали на кожу, да, поры кожи забивались, и потом было сложно их оттуда... Я понял. То есть, а попадало это не стекло, да? Стекло, стеклянная пыль, то есть, вот эти осколки стеклянных волокон попадались, вот. И нужно, в таких случаях нужно промывать там холодной водой, да, чтобы поры были закрыты, ни в коем случае не теплые и так далее. Вот. Но сейчас я повторюсь, да, что несмотря на то, что материалы стали более такие дружелюбные, все равно нужно использовать средства индивидуальной защиты. Конечно, нельзя нашу лату использовать там в качестве одеяла на стройке. Даже пюрван, да, спать на нем не рекомендуется.